В Аллакаде в Приднестровье. Чем грозит развитие событий в этом стратегически важном для России регионе? Очень сложная ситуация сложилась вокруг Приднестровья. Очень сложная. Я думаю, что судьба, не побоюсь этого слова, героической Приднестровской Республики поставлена не то, что на суд, а на кон, как говорилось раньше. То есть мы можем в ближайшие месяцы столкнуться с тем, что Приднестровье не выдержит блокады и не выдержит давления. Естественно, не выдержит. Потому что Украина, Молдова, Молдавия, установив эту блокаду, она же действует по указанию Соединенных Штатов Америки. Они считают, что это легкая добыча, которую можно задушить даже без прямого вооруженного вмешательства. И активизирует Кишинев, элементарная марионетка, самая примитивная марионетка, которая только может быть, эти нынешние кишиневские власти, и хунту киевскую для того, чтобы удушить Приднестровье. Конечно, это будет поражение Приднестровья. Это будет мощный удар по России, по нашим интересам. Во-первых, с точки зрения геополитики, это был рубеж, наш цивилизационный рубеж, русской цивилизации. Это был рубеж Российской Федерации. И они этот рубеж пытаются уничтожить. А с другой стороны, это будет и человеческая трагедия большая. Потому что там подавляющее большинство людей уже более 20 лет стоит на страже. Понесены были большие жертвы. А после жертв и, можно сказать, и трудности, лишения, которые переживают приднестровцы, живя в полублокаде, а сейчас в блокаде. И если это все не выдержит этого давления, конечно, люди, тысячи людей пострадают. Сейчас от России, от российского руководства требуются экстренные, и я бы сказал, жесткие меры, чтобы вразумить вот тех безголовых деятелей в Кишиневе и на Украине. Потому что непозволительные вещи происходят, в том числе блокируются и испытывают трудности наш миротворческий батальон. Наш институт подвергся нападкам. У нас там был активный центр, и есть активный центр нашего института, который кроме аналитической работы занимался и помощью в социальной сфере. Мы организовывали много мероприятий, связанные с молодежью, с детскими школами, с детскими садами. И этим занимались. Надо было кому-то помогать. И другими программами. Сейчас практически сотрудник РИСИ не может попасть на эту территорию. У нас уже два сотрудника были объявлены персонами Нонграда, и им введено пятилетнее ограничение. И это продолжается в отношении политических деятелей наших, общественных деятелей. Список прибывших к Кишиневу и отправленных обратно к Кишиневскими властями превышает уже несколько десятков человек, в том числе известные личности. Я думаю, что если мы не предпринимем решительных мер в ближайший месяц, возникнет ситуация, в какой-то смысле, может, даже и повторяющая одесскую трагедию. Ту трагедию, которая, может быть, и произошла из-за того, чтобы одна из причин была, чтобы ни в коем случае не сложился какой-то коридор в Приднестровье-Одесса. И это имелось в виду американскими и западными стратегами, когда эта провокация организовывалась в Одессе трагическая. Сейчас нам надо всей нашей патриотической общественности, прежде всего, всей нашей общественности категорически выступать в защиту Приднестровья, поднимать этот вопрос везде на местном, на федеративном уровне, ставить этот вопрос перед нашими властями. Приднестровье надо защищать. Надо защищать. Русские люди в Приднестровье, а я называю их всех русскими, неважно, они там по происхождению молдаване, болгары или украинцы, или русские, неважно, они своей борьбой, своей кровью отвоевали эту, свою независимость, свою автономию. И нам надо идти на решительные меры. Во-первых, признать независимость Приднестровья. Во-вторых, подписать договор о взаимной помощи, сотрудничестве, взаимной помощи в случае нападения на Приднестровье. Других вариантов нет. Или мы ее отдаем на растерзание этим полуобразованным прорумынским националистам, которые сейчас сидят в руководстве Молдовы. Или мы ее отдаем таким образом, именно на растерзание, именно на погубление. Или же мы защищаем тех людей, которые преданность России продемонстрировали в течение 20, почти 5 лет.